Танки-шоп. Магазин золота, премиум аккаунтов и танков для ВОД. Моментальная доставка покупок на ваш аккаунт. Большая вероятность выиграть танк. Не веришь мне? Смотри, как блогеры проверяют Танки-шоп на YouTube. Всем привет, дорогие друзья. С вами Маракайси. Сегодня я хотел бы поговорить о ПТ-САУ ГРИД-15. Давайте разберемся, стоит ли это ПТ-САУ прокачки и имбалансная ли она, стоит ее нерфить, или же все-таки ГРИД-15 сейчас вполне сбалансированная машина, даже не верится, что я это говорю, и вообще отлично вписывается в наш баланс. ГРИД-15 запланировал просто рандом. Практически в каждом бою есть там один ГРИД как минимум, а то и два, три и даже четыре, а может быть и больше. Этих ПТ-САУ очень даже немало, и на то есть свои причины. Ну, хотя бы первая причина, это на ГРИД можно набивать очень много урона. Не всегда, конечно, то есть, есть еще определенные трудности в применении этой ПТ-САУ на некоторых картах, хотя бы здесь все зависит, конечно же, от рук. Но все же в среднем ГРИД-15 наносит очень даже немало урона, даже в средних руках. И ГРИД-15 сейчас занимает главенствующее положение среди всех танков на 10 уровне по урону. Это отчетливо видно, если зайти на сайт вот реплейс и отсортировать реплей по урону. ГРИД-15 занимает практически весь топ, то есть большинство реплеев, где нанесено 10 тысяч, 11 тысяч и даже 12 тысяч урона. Все это заслуги ГРИД-я. И что же меня лично раздражает в ГРИД-е? Давайте начнем с его самых имбалансных сторон. Сведение полторы секунды. Если любую ПТ-САУ 10 уровня можно, скажем так, на опыте развести на выстрел, она может теоретически промазать, например, на СТ-шке ты врываешься, маневрируешь, и ПТ-шка стреляет, попадает тебе в башню, если ты на каком-нибудь Т-62, она тебя не пробивает, или может быть рикошет какой-то происходит, или вообще не попадает, или в гуслю может угодить, то ГРИД-я развести на выстрел практически нереально. То есть противник реально должен тупануть, совершить огромную ошибку, чтобы не нанести тебе урона. То есть ГРИД практически нереально просто так разводить на дамаг, потому как его сведение позволяет им мгновенно практически сводиться и наносить тебе дэмэдж. И при этом стоит отметить точность 0.27. На любой дистанции ГРИД бьет точно в яблочко. То есть ты можешь где-то там вдалеке маневрировать, там сражаться, у тебя торчит лючок один, и тут ГРИД стреляет и попадает по тебе. Это, я считаю, несправедливо. Я считаю, что ГРИД-15 все-таки серьезно портит БТР и также скеллозависимость в нашей игре. Потому что любой игрок, который старается действовать агрессивно, бодро, он часто получает от ГРИД-я при первой же ошибке. То есть чуть-чуть игрок выяснился, там чутка у него башня появилась, и сразу же ГРИД стреляет и при такой точности, при таком сведении, скорее всего, попадает, и игрок теряет огромную, в общем-то, прочность. И это жалко, в общем-то, и совершенно неправильно, я считаю. Потому что, ну, БТР, он наоборот, должен награждаться. То есть ты действуешь агрессивно, грамотно, и в первых рядах, и получаешь за это дополнительный опыт. Да, частично это компенсируется, там, тем, что ты светишь, как бы, врагов, по твоему засвету наносит урон, но чаще всего такие вот выезды заканчиваются сливами. И ГРИД-15 все-таки сильно вот эту вот БТР-ность убирает, так как он чаще всего попадает без каких-либо шансов на то, что враг избежит урона. При этом альфа у ГРИД-я просто чудовищная, 750. И это, я считаю, еще повезет, если такая альфа вылетит, потому что я замечаю, что по мне вылетает в основном там 800, 850 и даже 900 урона от ГРИД-я не меньше 750 в основном. Ну и по союзникам, я тоже смотрю, редко вылетает меньше. Я не знаю, с чем это связано, может быть, это просто невезение такое у меня и моих союзников, но все-таки такая альфа это непорядок. Да, в принципе, ну альфа 750 это стандарт на ПТ-САУ 10 уровня, у многих ПТ-шек столько есть, но мало кто может с такой реализацией эти снаряды, в общем-то, точно всаживать в противника. Это неправильно как-то. Пробитие 279. Очень даже неплохое, ну кто-то скажет, что у многих ПТ-САУ больше, но 279 это, опять же, такое пробитие, которое не дает, опять же, шансов вытанковать. Ведь его практически всегда хватает для того, чтобы нанести урон. При этом стоит отметить нереальную скорость полета снаряда у ГРИД-я, то есть он на огромных дистанциях точно попадает тебе куда нужно, куда целился. И пробивает, конечно же. 334 голдой, тоже чрезвычайно много. Вы можете там на Маусе, на Е100 пробовать танковать башни, а тут вот эта вот фигня вас легко кумалом прошибет. В общем, по орудию все ясно. А, ну да, ДПМ, 2730 урона. ДПМ тоже немаленький, весьма учитывая, что ГРИД в основном играет от Альфы. И плюс ко всему стоит отметить неплохие, увы, минус 8 градусов. То есть такое часто бывает, что ты где-то там внизу стоишь за рельефом, а ГРИД высовывает свою башню и умудряется как-то выцелить тебя, и за секунду буквально выцеливает тебя и наносит урон. Совершенно без шансов, что ты как-то там выживешь после этого. Но если выживешь, то потеряешь кучу прочности. При этом всем ГРИД обладает максимальной скоростью 60 километров и 20 назад. Вы, наверное, скажете, у него нету брони, у него мало прочности 1800. Его карает арта, его карают фугасные танки, да и просто любые танки, которые додумаются фугас зарядить. Но все-таки при такой скорости 22,5 лошадиных сил, удельная мощность двигателя, это просто читерство. ГРИД носится по карте не хуже СТ-шки порой. Единственное, что он поворачивается медленно, 24 у него скорость поворота, но у него есть башни, хоть и частичные, за счет которой он легко, опять же таки, выцеливает врагов в полторы секунды сведения и удастся нанести урон противнику. При этом всем у ГРИД прекрасный обзор 390 метров. Если поставить на эту ПТ-САУ просветленную оптику или там, например, стереотрубу, то ГРИД при этом всем еще и очень хорошо светит. В общем, во многих отношениях имбалансная машина получается. Единственный недостаток это маленький запас прочности и также абсолютно картонная броня. Ну, фугасы, кстати, ну да, они эффективны порой, но я часто стреляю, там или в пушку попадет, или в гуслю, и даже к ГРИДу неполный урон выходит. Ну да, арта может сваншотить ГРИДа, но ГРИД, он что, светится прямо много? Умный ГРИД, он встанет где-нибудь в кусты, он не будет светиться практически весь бой, там будет постреливать и все, и сразу же уходить, если засветится. Так что арта в основном будет стрелять не по ГРИДу, потому что он не светится, а в основном будет стрелять там по тяжелым танкам, по СТ-шкам, которые везут, там пытаются светить, как-то пытаются настреливать урон. А ГРИД, он просто будет пользоваться своим орудием, и весь этот урон, который пытаются СТ-шки нанести, он будет его тырить. Все так однозначно, ну, не совсем. Я поиграл на ГРИД 15, и все-таки испытал, что это по ТСАУ, особенно при каком-то динамичном стиле игры, она весьма непростая, то есть ее очень быстро убивают, но опять же таки, все-таки не об этом речь, то есть да, ГРИД он уязвим, но он стоит чаще всего где-то в кустах, настреливает издалека, и в основном старается не светиться. У него, конечно, не самая лучшая маскировка, но все же маскировка, ну, вполне приемлемая для таких габаритов. Так что при всех его плюсах, мне кажется, это имба, который все-таки желательно поднерфить. Я не говорю сильно урезать ГРИД, но хотя бы там сведение ему сделать 2 секунды, там разброс, 0.3 и то это будет все равно имба, но хотя бы хоть какой-то шанс на выживание у СТ-шек будет. А то ГРИДы нынче совсем оборзели. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение. Может быть, вы считаете, что я не прав, и что ГРИДы вполне хорошо сбалансированы, и, в общем, будет интересно узнать ваше мнение. До скорых встреч, пока!